здравствуйте уважаемые коллеги здравствуйте уважаемый президиум у меня довольно таки скользкая такая тема которая касается актуальных вопросов оказания медицинской помощи больным с осложнениями лекарственной терапии что где когда называется да какие виды медицинской помощи существуют мы все прекрасно знаем и они прописаны все в нашем федеральном законе 323 какими основными законами какими основными законами мы пользуемся в нашей клинической практике да они все здесь прописаны однако что касается именно оказания помощи пациентам с осложнениями практически нигде не указано что сказано а в 116 основным приказом по профилю онкологии также было письмо и которая ощущение я биснюп проведение проведение восстановительной и корригирующей терапии связаны связаны с возникновением побочных реакций на фоне высокотоксичного лекарственного лечения и назначение лекарственных препаратов для медицинского применения в том числе наркотических и психотропных и оформление как раз рецептов на лекарственные препараты для применения а медицинского применения в том числе и льготные лекарственные препараты также наркотические препараты при необходимости апплиативного палетинной помощи а закон есть закон согласно клинице 323 федеральном закону мы все должны пользоваться клиническими рекомендациями, и об этом жестко прописано, о том, что все наше лечение, оно должно сопровождаться клиническими рекомендациями. Однако мы все прекрасно знаем, и как уже Алексей Викторович говорил и другие спикеры, клинические рекомендации, они немного отстают, потому что это должно пройти долгий процесс утверждения этих самых клинических рекомендаций. И что мы в них видим? Помимо того, что наши врачи-специалисты, которые имеют большой опыт работы с онкологическими пациентами, и большой опыт работы как раз с осложнениями лекарственной терапии, разными видами осложнениями, очень часто забывается тот момент, что необходимо доработать методологию формирования клинических рекомендаций, и оно должно быть конкретной алгоритмой для действия врача. Сейчас мы больше и больше над этим работаем, и уже вводятся в клинические рекомендации таблицы, они уже выглядят сильно более подробно, чем ранее. Необходимы алгоритмы для создания системы поддержки, принятия врачебных решений, о чем мы сейчас очень много говорим, и говорит об этом Минздрав России, это в том числе и искусственный интеллект. Но на данный момент, что мы видим в клинических рекомендациях? И врач-онколог на месте, да, что бы это ни было, это первичный онкологический кабинет, САОП, или на базе отделения, или это ординатор, который только приходит работать, рекомендации при осложнении химиотерапии. Что же написано у нас в клинических рекомендациях? Как видите, вот я взяла только одну из частей, да, это связаться с врачом-онкологом, или обратиться к врачу общей практики, да, что сделать при повышении температуры тела, и так далее. Более подробных и подробной информации очень долго не было, и мы на каждом выезде, мы говорили, ну, на нашем аудите по Северо-Западу, мы проверяем медицинскую документацию, всегда настаивали на том, чтобы врачи, которые как раз проводят противопухолевую лекарственную терапию пациентов, или даже лучевую терапию пациентов, или химию лучевую, неважно, мы всегда говорили о том, что в рекомендациях при выписке должен быть более подробный алгоритм для пациента и для врача, к которому этот пациент поступит. И мы очень часто сталкивались, особенно в первые годы наших аудитов, с тем, что не было никакой информации для пациентов, когда мы получали медицинскую документацию, мы видели, что пациент с осложнениями, которые, понятно нам, они очевидны, они никоим образом не описывались в медицинской документации. Такие же вопросы возникали, что же делать пациенту? Вот сам пациент, ну, как бы проснулся, он не знает, что с ним происходит, температура, он думает, может быть, он заболел, или какие-то боли, да, миалгии, или какие-то переломы, да, патологические случаются, он не понимает, он никаким образом может не связывать это со своим заболеванием. Он может обратиться в многопрофильную больницу или вызвать скорую помощь, но, опять же, как мы с вами все прекрасно знаем, что зачастую, даже в нашем городе, да, многомиллионники, зачастую даже скорая помощь отказывается оказывать какую-то специализированную помощь, экстренную или неотложную, пациентам с онкологическими диагнозами. Или они везут пациента в больницу, там говорят, что мы пациентам онкологическим не помогаем, да, многие боятся связывать, потому что не знают, как лечить. Что же необходимо сделать? На данный момент мы всем субъектам нашим по северо-западу и Минздрав России и другие федеральные центры рекомендуют, при, не рекомендуют, да, настаиваем на том, чтобы при разработке порядка маршрутизации онкологических пациентов в субъектах наших, что должно быть прописано. На данный момент, да, по-хорошему прописывается, что пациенты, к примеру, с ЗНО или подозрением на ЗНО в сочетании с неотложными состояниями маршрутизируются при механической желтухе в такой-то стационар, при остром кровотечении и острой кишечной непроходимости. Тоже прописываются организации, в которые пациенты данные подступят. И после купирования неотложного состояния лечащему врачу медицинской организации, в которой был маршрутизирован пациент, необходимо провести телемедицинскую консультацию с онкологическим диспансером с целью решения вопроса о дальнейшей тактике лечения. Возможно, после этого этот пациент будет направлен в онкологический диспансер или в другую многопрофильную больницу или, возможно, в федеральный центр. Но вот эти организации, которые прописаны в порядке, они должны быть готовы лечить таких пациентов. Там должны быть уже врачи, которые знают, что делать с этими пациентами. Мы сегодня много раз говорили о том, что должна быть мультидисциплинарная команда. Но мультидисциплинарная команда, она включает в себя не только для того, чтобы пришло несколько специалистов, врач-невролог, кардиолог и так далее. В первую очередь мы должны знать своего пациента. как врачу первичного звена, и почему я сейчас больше на врачей первичного звена, в большей части упоминаю. Как уже сказали, да, что врач-онколог, он такое многофункциональное существо, скажем так, да, который должен смотреть, во-первых, как и в шахматной игре, да, в шахматной партии, на несколько шагов вперёд. Он должен знать полностью своего пациента. И мы должны адекватно подходить. Не только к тому, что, да, там вот одно время было модно, что чем дороже препарат, тем, значит, он более поможет пациенту. Или наоборот мы хотим сэкономить. На данный момент мы должны делать персонализированную терапию. Должна быть объективная оценка общего состояния пациента и его психосоциального статуса. Это очень-очень сильно важно, потому что мы знаем, что некоторые пациенты, они не способны адекватно оценивать своё состояние. И, конечно, терапию, которая мы потенциально понимаем, что она будет иметь больше каких-то нежелательных явлений или осложнений терапии, да, токсичность. Мы такому пациенту, да, постараемся не назначать, мы подберём какой-то другой вид лечения, другую терапию. Разумный выбор лекарственной терапии. Чего мы хотим достичь? Как мы понимаем с вами, что, например, если это высокоокуравленные диагнозы, да, например, пациенты с герминогенными опухолями, мы понимаем, что у них высокая токсичность терапии, понятное дело, что большое количество осложнений, но при этом мы хотим того, чтобы пациент излечился. Поэтому мы идём на этот риск. То же самое это касается онкогематологических пациентов, да, то есть мы должны понимать, что мы идём на этот риск, мы будем, да, больше отслеживать вот этот как раз нежелательных явлений и осложнений терапии, но мы при этом идём на этот риск. Если мы понимаем, что этот пациент с метастатическим процессом и так далее, это будет более палеоативно, и мы хотим продлить жизнь пациента, то в таком случае, конечно, мы не будем делать какую-то высокотоксичную химиотерапию и подберём другие препараты. Также осуществление корректной сопроводительной терапии во время проведения противоопухолевой лекарственной терапии. Опять же, на это нужно обращать большое внимание, потому что также зачастую во время наших выездов мы очень часто видели, что недостаточно при медикации. Мы много лет над этим работали. Сейчас мы можем гордиться нашим северо-западным федеральным округом, потому что проверять медицинскую документацию всё легче и легче, и врачи уже в большей степени владеют данной информацией. И также, почему сопроводительная терапия важна. Мы все понимаем, что это, опять же, чем лучше мы её проводим, правильнее, то меньше мы получаем проблем. Наблюдение в процессе лечения. Оценка эффекта согласно клиническим рекомендациям Минздрава России. Спасибо Алексею Викторовичу. Он также упомянул в своём докладе о том, что сейчас проработано и для иммунотерапии, и прорабатываются вопросы и для таргетной терапии. И какие исследования всё-таки нужно чаще делать, какие-то реже делать. Иногда мы сталкивались, опять же, по нашему северо-западному федеральному округу, что в некоторых организациях, например, проведена химиотерапия, и на следующий день берётся клинический анализ крови, и дальше происходит какая-то оценка эффекта. Дальше мы пишем о том, что у пациента ликоцитоз или ликоцитопения и так далее. Но мы изначально ждём от определённой терапии реакции организма. И понятное дело, что на следующий день кровь брать – это бессмысленно. Ну а потом этот пациент выписывается, и вовремя как раз контрольное обследование не происходит. Также, с чем ещё мы сталкиваемся, что большая проблема с врачами, например, функциональной диагностики. И не во всех субъектах можно вовремя выполнять ЭХКГ. Но мы понимаем, что для большинства терапии кардиотоксичность, она очень проявляет себя коварно, и это нам необходимо. Поэтому тут вопрос очень такой в теме моей лекции. Тут вопрос и в том, что у нас очень большой дефицит кадров, и, к сожалению, это также ведёт к тому, что необходимо прописывать и в порядках маршрутизации пациентов, чтобы все оставшиеся звенья цепи, они знали, что делать с этим пациентом. То есть если у нас в какой-то больнице, в которой находится у нас Центр амбулаторно-онкологической помощи, там есть какие-то проблемы с функциональной диагностикой, значит, в порядке маршрутизации мы должны прописать о том, что пациенты могут на какие-то обследования направляться в какие-то организации. Да, некоторые субъекты у нас работают в данном режиме и, слава богу, контролируют своих пациентов. Корректная и полная информация в рекомендациях для пациента. Об этом я уже сказала ранее, но стоит всё-таки разработать, и у нас, опять же, горжусь всё-таки нашими субъектами, во многих уже разработаны рекомендации при выписке у пациента, написано, что при температуре такой, и пациент получает, например, таргетную терапию, для него определённые, понятное дело, рекомендации. Если это иммунотерапия, свои рекомендации, химиотерапия тоже свои рекомендации. И там прям расписывается пациентам всё, что, куда ему нужно обратиться, какие анализы нужно сдать, там дальше даже информация есть для врача как раз общей практики. Ну и на что ещё обратить внимание, это привлечение пациентских организаций для информирования и обучения самих пациентов, для того, чтобы они вовремя могли обнаружить у себя какие-то отклонения. К примеру, у нас в МИЦЕ есть школа пациентов, в котором также происходит объяснение пациентов, что с ними происходит, как с этим бороться. Такие моменты. Ну и на что обратить внимание. Всё-таки мы должны отказаться от формализованного подхода к обучению наших специалистов. Зачастую мы очень много информации даём нашим и ординаторам, студентам. Зачастую бывает нам не до как раз этих студентов, и не до ординаторов. И, возможно, мы устали и физически, и морально. Однако мы должны понимать, что как раз вот эти вот люди, они будут работать с нами в нашей мультидисциплинарной команде. Это каждый из ординаторов, студентов — это звенья одной цепи. Поэтому мы должны максимально подходить к тому, что тратить больше времени и ресурсов, не жалея себя как раз на обучение молодых наших специалистов. Надеюсь, я ответила на вопросы. Всё. Спасибо. Спасибо.